Продолжение следует... 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 на мисс Ивано-Франківсь, потому что я пошла еще и в модельную школу, то есть еще в этот направлении, и я очень сильно хвилювалась, для меня это была новизна, я просто спевала, и меня ничего больше не хвилюет, то есть я не играла, музыка есть, вышла, заспевала, и тут ты еще маешь натискать кнопки, тут ты маешь перебирать, и еще маешь спевать чисто, и еще и себе подать, то есть очень много всяких накуп и функций. Я сейчас сказала про то, что это свободно, ну, потому что фонограма, как на меня она обмеживает, так, она обмеживает, она всегда одинаковая, а живой супруг, он дихает, то я помилилася, виходить, потому что это навпаки додало хлопцю. Нет, все-таки вы прави, но просто спочатку ничего легко не дается, это реально свободно, потому что ты граешь так, как ты хочешь, то есть я не играю по аккордах, там, вверх-вниз, вверх-вниз, по боях, я подбираю какой-то аккорд интуитивно, и перебир тоже. Знаете, эта песня может по-різному звучать в різном вашем настроении, в різном состоянии, так? Это мы уже как психолог-психологу будем про стани рассказывать, не будем. Вы вспомнили модельный бизнес? Так, Степане, этой странией моей биографии ты не знаешь. Я не знаю. У меня тоже здесь дома, я диплом психолога. Будьте добры, этот психологический центр. А можно как-то будет вернуться, если потребует людьми помог? Мы с тобой порадимось, как нам это сделать, сделать центр такой, куда вы бы вернулись. Я понимаю. Я хотела зачепить моделинг, потому что знаю, что буквально вчера, так вот, с момента записания нашей программы, а вчера у вас была встреча, которая относилась модельной вашей деятельности, или, может быть, не только. Как это? Что это было? Тут я назвала его так очень хорошо по той боку моделингу, або самооценка плюс прийняття дорівнюю успех. Тобто не имеются на увазь какие-то внешние параметры. Все думают, что модель – это лишь то, что ты видишь, что тебе дают на обложку, а цікаво людям, что находится в соседине. Насколько много в ней переживаний, хвилюваний, насколько она пропрацювала себе или не пропрацювала себе, или приняла себе. То есть все видно, это подается. И, маючи такой не очень большой опыт в моделингу, я чувствовала на себе, что нужно, в принципе, для того, чтобы успешно не только в моделингу працювать, но и в других сферах. Потому что, когда ты принимаешь себя, и в том же плане в тебе высокая самооценка, и ты достигаешь успеха в любой сфере. Насправді, профессия модели – это то, чего желают маленькие девочки, потому что они видят то, что вы сказали. Они видят обкладки, глянець, результат. Когда даже малятам доводится демонстрировать модельеров сукни, фотосессии, они иногда начинают понимать, что, на самом деле, это втомляет. И если до этого подойти профессионально… Ну, конечно, можно просто накладывать фотографии, сказать, что ты красная, чудово молодец, иди. А если подойти до этого профессионально, я хорошо помню, когда даже для видео доводилось демонстрировать какие-то вещи, и нужно было шукать этот блік на сережке, и ты уже затерпаешь все, а оно еще не тот кадр. То есть, про такие вещи, про трудности профессии. Это нужно рассказать? Ну, насколько в модельных агенциях, взагалі, присутствует этот момент психологического подхода? У меня очень маленький опыт. Я только сейчас пошла в модельную школу. Ви вважаете, что это нужно? Я вважаю, что это нужно. Я вважаю, что такие школы мали бы сопровождать психологи, потому что успех этой модели криется в ее среде. И если она работает, например, с психологом, и, в принципе, она имеет поддержку по жизни, и ее позитивно хвалят за ее успехи, и важно понять, что ты красная, какая ты есть. Это нужно всем понимать, потому что что-то красивое есть в каждом. До музыки, повернувшись, вы очень много говорите про ощущения на ощущениях. Наверное, вы так добираете свой репертуар. Так. Что у вас есть в репертуаре? И, возможно, вы пригадаете, что началось это все? Я всегда говорю, какой-то каталюзатор мусить быть. Когда человек, особенно в 어�орослом веке, приходит до чего-то, то мусить обязательно что-то подштовхнуть. Мне музыка всегда понравилась. У меня тату музыкант, и у меня, например, гени, напевно, передались уже от родителей. Спевать и музыку я вообще любила с самого детства. Я очень любила и хор, и скрипки, и занятия. Тобто творчость. Все, что касается творчества, мне нравится. И музыка в том числе. Я не знаю. Воно меня просто сопровождаю, и я в ней кайфую. И хочется доносить. Можно кайфовать. А вот доносить – это уже иначе моменты. Можно кайфовать просто. На то есть гитара, дим, родные. Боже, просто всесвит, в который ты посылаешь свою песню. А есть иначе. И момент – это зал. Это глядач, который приходит по-разному, налаштованный. Это уже совсем другая сфера, я бы так сказала. Вот. А это зависит от того, как ты себя оцениваешь. Мы снова вернемся. Мы снова вернемся. Степана сегодня хорошая программа. Пошла в программу психологии. Напевно, сейчас, чего я и начала… Знайшла я этот поштовх. Только что это в голове. Когда я поступила на первый курс, у меня занятия происходили в формате университета. Университет Дим. Университет Дим. Тобто я майже практична. Прикарпатскому. Прикарпатскому. Так. Я поступила на психологию. И я так захопилась своими книжками. Мені дуже подобалось. Я ходила на паре. Я кайфувала. Я сидела на балконі, читала собі лекції, перечитывала, вникала в це. И потом на другом курсе… Вы слышите? Нет. Вы слышите, как человек наткненно подходил. Я думаю, что сейчас это как медом, маслом. Ну кому что смакует? Вот оно так по души. И, извините, что я перебила. Я просто не все это делаю. На 2-3 курсе я подумала, что, можно так сказать, что надо что-то делать. Мало мне этого перечитывания лекций. Мало. Перечитывания лекций мало. Тобто я почула, что я втрачаю еще и решту своего життя. То есть психология – это круто. Но есть еще музыка, есть еще какие-то друзья, есть отношения, есть очень интересные життя, очень много прогулянок, подорожей. И тогда я начала рухать себя, больше так рухать, развивать. И, в принципе, сам в тот момент я начала подвищивать свою самооценку. То есть будь-якие действия, которые ты вводишь из зоны комфорта. Я начала ходить на вокали, я ходила на танцы, я ходила на контактную импровизацию. З дитинства я еще ходила на разные гуртки, где у меня только не было. И именно в этот момент, когда ты себя виштовхаешь, и когда первые были концерты, я помню, как мне реально было очень страшно, я выходила, у меня ноги трусятся, рухи трусятся, я еще дыхать не могу, а надо еще спевать. То есть перши выходи всегда очень сложные. А вы концерты под фонограму спочатку, так? Так. И как вам сейчас? Что больше природно? Фонограма или гитара? Мне больше гитара лягает до души, но трудности в том, что я не очень в ней еще не очень хорошо владею. Я понимаю, что мне сложно. Я еще... Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. И тем более, что если у вас такая установка, что остановиться никогда не стоит, то вы сами себе поставили, очень хорошо далі сходки, куда рухаться. До репертуару таки повернемося. Мне больше нравятся такие лирические композиции. Что-то я так на вас гляну, и сразу так и подумаю. Да. И я, до речи, у меня титул «Мисс Нижность». И я зрозумела, что это действительно так. То есть я себя так оцениваю, и воно реально так и есть. И мне до души больше таких композиций, в которых я, в принципе, бачу душу. То есть Тіна Каррель вкладает туда свою душу. Закордонные артисти. Ирьяна мне очень нравится. Правда, драйвовые песни я тоже люблю, но мне кажется, что мне не хватает какого-то драйва, скакать сейчас по сцене, типа заводить людей. Швучше слушать и надихаться. Вот, напевно, в плане этого. Что-то надихаться. У меня есть какая-то подозра. Я не знаю, насколько она правдива, что вы даже на ничку пишете. А может уже и не на ничку. Написала я две песни. Одну я написала и, в принципе, ее записала. Від недавно, я ее вчора переслухала, когда готовилась до эфиру. И, в принципе, я зрозумела, что она мне нравится. Только сейчас. А когда записывали? Ви сомневались? Ну, я просто записала, бо я хотела записать все. Ага, чтобы зафиксировать. Вот оно было, оно пришло. Так, это для меня была какая-то такая галочка. А сейчас я хочу больше какие-то песни писать, чтобы, не знаю, вносить до людей какие-то посилы. То есть, когда она уйдет по улице и включила себе в наушники музыку, и она почула там какое-то слово, фразу, або какую-то думку, и понимала, что... Вау! У вас говорить психолог. Найглибше, я вам так скажу, у вас закорянилась психология, Софія. Ну, а теперь, напевно, уже и час до музыки, потому что, знаете, мы с маленькими детьми завжди, когда мы общаемся, мы разспитываем про родину, мы уже знаем, что ваш тату – музыкант, и думаем, что родина вас поддерживает в тей багатогранности. И вот сейчас у меня тоже возникла такая думка, что у меня есть программа, другая программа, в которой нам было бы интересно поспілкуваться без саркастичного погляда с паном Єднаком, который, кому-то боится психологией. Мы, до речи, мало его почули. Я не знаю, как я понимаю. Люблю психолога. У меня все життя с психологами. Слава Богу, что он с психиатром. Ну, конечно. Правда. Но грань очень тонкая, я вам скажу. Гаразд. Гаразд. Тоді ми не будем втомлювати Степана. Ми ще поговорим і про моделінг, і про психологію. І, можливо, про ще якісь інші цікаві речі у вашому житті, але в іншій программі. Я вас запрошую. Вже в ефір це кажу. Владик, ти в курсі, яка программа? Ти будеш знімати. Так. Ну, а далі переходимо до музики. Так, Степан забирає в мене хліб. Так будь ласка, тут сто порций. Ні, то не важливо, не важливо. Все одно ти будеш микати далі. Тут по порядку, так? Чотири у нас твори. О, все лірика. Бачу, бачу, бачу. Ну, мегапопулярна казка. Поставили біля мене пульт, я в ньому нічого не смислю. Але декільше. Не буду зараз. Затихо. Затихо. Такого липшого. Не, там нічмає. Я тоді скрутив, коли поява нова там. Віськи з льодом пів, бо нудне життя. Кажуть, розум є, а хотілося б почуття. Сумує, купує нове зуття. Лише ти жар. Више в чар. Де вони тільки беруть тих хороших дівчат. З кимось смеш невідомо, тільки без смис. Тому кинеться вдома, одному принц. На цю нібому, ніби камор нема. Це лірик. Лірик, так. Симбраль. Зрозуміло? Я не встигла навіть вникнути, які пісні тут є. Ріана? Ріана ще в нас, так? Ріана, так. Ну, до речі, зараз моя любовина. Прошу, що? Зараз вона моя любовина, я її відчуваю. Ага, тут періодами то та пісня найближча, то та. Я вас так розумію. А я вас не розумію. Ти колись ми не розуміли цьому життя? Я не знав, що ти психолог. Я вчинався, що я маю великий, я маю великий, я маю великий, я маю в мене розумію, я сказав, що мене щось. Ти оркестравція, успівця, відчувається, що на її зараз. Нет, тут не питание можно, это нам легче. Шукати же легче. Можна, в принципе, зробить розробку. Мені подобається, як ви цю пісню співаєте, дуже подобається. От єдине, що мене тут, якби, тут тільки фортепіано звучить. І, наскільки я знаю, далі там не надто багато розвитку в часу. Війка Штефан зробить розробку. Ну, якщо так, то ми будем дуже сильно просити. Але в нас ще є дві пісні, тому... І наступна. Також заре їй сподобається. Так, мені всі подобається. А тут уже гітарка. Були, і я, і ти налякна. Вона, вона рахує ліп, які живуть на зі. Вже манірно. Ніждо, 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 але люби... Тут би здалася гітара. Ми б її посиділи на сцені, дали би акустичну гітару. Якщо важко людині ще... А ти говори собі ще... Музиканти всі і ціну, і камери... Пояснила, що ще не настільки добре? Ні, там Стас зіграє, так. Хе-хе-хе ще. Тут якраз програш. Програш, так. Ага, ну шкода, що програш. Я хотіла ще послухати, але програш нам слухати не треба. І Христина Соловій. А що саме з Соловій? Трима. Ага. Власне, бо ми тоді не вибрали. Ми тоді інше вибрали якось. Я вже думаю, що пам'ятаю, що ми вибрали. Як тобі сказати, ми з тебе не можуть спати. І місяць по кімнаці розкинуся ти. Хочі тобі зав'яжуть. І серце зі. Наступи так, це фактура всіх пісень. Це правильно? Це добре. Це добре. Так полягає на все. Так сильно і ніжно бивали мене. Вітай мені, муку, своїми вируками. Образ пресульний. З цих піснях. Звичайно, проживає всі. У кожній пісні є Софія. Знаєш, що це важливо. І кожну пісню можна зробити по-іншому, ніж вона в фонограмі. Не мені тобі розказувати. Як ти кажеш? Ні, я не вмію так казати. Серед моєї хати на мене будеш кричати. Бо як же тобі порвати і в серці сліди? Чи чуєш як страшно мені у погоні? Я в твоїй домовили. Прошу. Ми з тобою домовилися? Ні, ми нічого не домовилися. Я не знаю. І виріла, що ми спряли до всі. Халило, що обгубить до того. Привай мене різно, одною рукою. Так сильно і ніжно вбивай мене. Віддай мені муку своїми руками. Ні, ми таке розуміємо, що Софія співаємо емоційно, що імніше. Софія, ну мені дуже подобається все. І все таке прозоре, і все таке м'якеньке. І що би ви хотіли? Ой, це дуже складне імніше. Ми сподобались так найбільше. Ну, бачите, ми найдовше слухали тримай. Але я навіть не можу сказати, чи це тому, що нам найбільше сподобалось, чи це тому, що вона просто заключна, і ми вже мали час її послухати. Ну, мабуть, давай Степана будемо тоді питати. Бо то йому робити. Ну, що питати? Я вже цих три кошик скинув. А Сесю скину собі на флешку. Якщо ви залишили ціну Карель ніжно і флешнино-соловій тримає. Він залишив взагалі тільки… А ми лишимо інтригу… А, мовчуєте? Я вирішила? Я вирішила. Давайте інтригу. Ну, скільки там тої інтриги перебивка. Ради Богу. Ви вже відкрили без мене. Тримай. Наталя, Гранд Піано, так. Гарне, файне, красиве. Дивіться, може ви собі накрутіть, щоб ви грали одним пальцем, а воно звучало дві. Ви будете октавами грати. Ну, дивіться. Бо за ті гроші, що ви тут отримуєте, октаву воно не варто. Я можу октавами. Ну, добре. Зараз попробуємо. Ви як вчили… Я писав так, як в Ютубі Христина Соловій співає, так я їй написав. А ви вже… Зараз будемо токе торе. Присю, братці. І… Як… Братчанки… Братчанки… Як вас назвать, дівчата? Посестри, я вже пам'ятаю, було. Поехали. Тримати враховую чи ні? Самі для себе. Дайте темперити. Раз, два, три. Потім тут куліса відкрилася. І воно все почало цикати і грюкати. Можна? Нужна. Ай-яй-яй! Я тобі сказати, без тебе не можу спати. І місце трохи наці розкриву самі. Давайте ще разок. Пам-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Ви, напевно, раніше вступили. Можна. Можна. Сі-дуре, до сі-сі пунктерне ретн. Давайте ще раз, щоб людей не мочить. Александр Юрьевич. Що там круть каєте? Метрогном. Ага, метрогном. Раз, два, три. Музика 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 Все зайшлося? Все хорошо. Темп, що з темпом кажіть? Все добре. Музика 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 Як тобі сказати, без тебе не можу спати? Музика 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok